Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Цикл лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема лекции. Лекционарии и цитаты текста Нового Завета у Святых Отцов. В предыдущих лекциях мы рассмотрели три основные группы рукописей Нового Завета, которые выделяются по внешним критериям, а именно по материалу и начертанию письма. Однако, кроме этих трех групп рукописей, рукописи на папирусе, рукописи маюскульные и рукописи минускульные, в конце XIX века была введена еще одна группа рукописей, а именно лекционарии. Лекционарии, или по-гречески апрокосы, причем именно греческий вариант характерен для традиции русской православной церкви, это сборники либо евангельских текстов, либо так называемого апостола, то есть книга деяний, соборные послания, послания апостола Павла, сборники, в которых новозаветный текст расположен не в том порядке, как написан авторами, а в порядке отдельных фрагментов, называемых зачалами, в зависимости от того, как эти зачала читаются друг за другом и заданят в день в церковном богослужении. Поэтому получается, что в лекционариях, апрокосах, фрагмент может идти из одного Евангелия, затем из другого, из третьего и так далее. То же касается и книги апостола. Когда мы говорим о лекционариях в отношении рукописей нового завета, то они могут быть написаны как на пергаменте, так и на бумаге, как маюскульным шрифтом за главными буквами, так и минускульным мелким шрифтом. Большей частью датируются с 8 по 16 века по Рождестве Христовым. И лишь немногие – 5-6 веками. Причем эти последние, 5-6 век, представляют собой ту традицию, которая была вытеснена иным богослужебным уставом, пришедшим в 7 веке. Под влиянием иерусалимской практики с начала 13 века лекционарии постепенно выходят из употребления, и в богослужения возвращаются именно полные списки Евангелия и апостола, что мы имеем и сейчас, как богослужения Русской Православной Церкви, так и других поместных православных церквей. Берем Евангелие, и там идет текст в том порядке, в котором он написан авторами священных книг. Лекционарии обозначаются числом, которому предшествует малая латинская буква L, например, L243. В настоящее время в научный оборот введено 2432 рукописи, содержащих лекционарий. Можно выделить следующие типы новозаветных лекционариев. Первое. Полные апрокосы. Это апрокосы с ежедневным чтением от Пасхи до Великого Поста и по субботам и воскресеньям во время Великого Поста. Обычно употреблялись в монастырях и состояли из двух отдельных книг Евангелия и книги, называемой Апостол. Второй тип. Краткие апрокосы. Содержали ежедневные чтения от Пасхи до Пятидесятницы и чтения по субботам и воскресеньям от Пятидесятницы до Великого Поста. Как правило, использовались на приходах. Состояли из двух книг и изредка объединялись в одну. Третий тип. Сверхкраткие апрокосы. С чтениями по субботам и воскресеньям от Пасхи до Страстной Седмицы. Обычно предназначались для малых приходов. Состояли из одного тома и включали в качестве приложения месяцы слов с указанием чтений. И, наконец, четвертый тип. Праздничные апрокосы содержали чтения на отдельные праздники. Это немногочисленный разряд рукописи. Поскольку лекционарии представляют собой вторичный источник, непростой для научного изучения, они редко привлекались для изданий греческого новозаветного текста. Кроме апрокосов, другим важным и ценным источником на языке оригинала являются толкования греческих святых отцов на новозаветный текст. И, казалось бы, как здорово, если тот или иной церковный автор комментирует текст Евангелий или книги деяний, или какого-то послания, то он, конечно же, использует доступный ему текст Нового Завета. И мы, читая его комментарии, где, как правило, авторы приводят сам текст Нового Завета, можем узнать, каким текстом пользовался тот или иной церковный писатель, Святой Отец. К сожалению, все далеко не так просто и не так хорошо, как хотелось бы. И на это есть две основные причины. Очень часто церковные экзегеты воспроизводили тексты Священного Писания по памяти и давали парафраз. Мы с вами уже говорили, что подобного рода изложение смысла, когда могут подбираться синонимичные слова, меняться порядок слов, не противоречит нашему церковному пониманию о богодухновенности Священного Писания. Потому что богодухновенность – это прежде всего смысл, содержание и только потом конкретная терминология. Поэтому очень часто, если действительно мы находим в толковании Святых Отцов на ту или иную Новозаветную книгу у Святых Отцов разночтения, мы не всегда можем быть уверенными, что это разночтение было в рукописи, которой пользовался данный церковный автор. Вполне возможно, что церковный автор мог воспроизвести данный текст по памяти или дать по каким-то причинам парафраз. А вторая, более веская причина в том, что мы не можем вот так вот запросто сходу прибегать к тексту, который содержится в толкованиях церковных авторов, заключается в том, что к концу первого тысячелетия, когда основным текстом стал именно византийский тип текста, читавшийся в церквах, привычный на слух, то в случае, если переписчики переписывали тот или иной комментарий древнего церковного автора и находили у него вместо привычного им византийского типа текста Нового Завета какой-то другой вариант, который он предлагал читателю для того, чтобы потом откомментировать, то переписчики очень часто брали и вставляли вместо того самого использованного Святым Отцом текста византийский вариант текста, привычный для них. Мы с вами столкнулись с подобной ситуацией, когда происходил перевод святоотеческого наследия во второй половине 19-го и в начале 20-го века в наших духовных академиях. И вы знаете, была тоже точно такая же ситуация. Переводили текст, комментарии Святого Отца, но в качестве основного текста, который он комментирует, брали текст Елизаветинской Библии, церковно-славянский текст. И в результате, в некоторых случаях, когда мы читаем, например, Святителя Иоанна Златоуста, мы видим, что он пользовался чуть-чуть другим текстом. Например, когда Господь Иисус Христос является Марией Магдалине и запрещает ей прикоснуться к Нему. Иоанн Златоуст говорит о том, что она попыталась прикоснуться. И похоже, у Иоанна Златоуста был соответствующий текст перед глазами, где Мария подошла, чтобы прикоснуться. Но, конечно же, у нас при переводе был вставлен стандартный церковно-славянский текст, хотя из комментария Иоанна Златоуста следует, что у святителя перед глазами был немножко другой вариант. По этой причине, если текстологи и обращаются к тексту Священного Писания в комментариях церковных авторов древности, то, во-первых, с большой осторожностью, а во-вторых, ограничиваются церковными авторами 3-го, 4-го, 5-го веков, но не позже. Потому что позже уже очень велика вероятность замены переписчиками некоего иного текста с разночтениями на стандартный текст, церковный византийский тип текста. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.